Я почему-то так и думала, что мне будут писать подобную хуйню в комментарии. И у людей, которые пишут подобные вещи, 100% нет детей. Представляете, уставать от своего ребёнка это нормально. Для начала нахуй... Для начала нахуй. Хорошее начало. Переслушайте, ребят, смотрите. Для начала нахуй приучить, чем писать такие вещи. Для начала нахуй прежде чем писать такие вещи, потаскайте больше 10 килограмм на руках днём и ночью. Послушайте истерики 24 на 7, сутками не спите. И я посмотрю на вас, как вам это понравится. Мы, мамы, нихуя не ишаки, и мы тоже устаем. Да, ребята, вот для начала нахуй, это прям, ребята, должна быть мантра для чаечек. Для начала на него, потом уже просто глаз зачесал. Ой, ребята, кстати, всем здорова, саночной связи. Ну, знаете, чаечки бывают свои противодействия, противоборство своё направляют на мужчин, которые якобы осуждают, но они сами того не замечая, подсознательно говорят правду. Для начала нахуй. И тут уже впускала, она сама всё сказала, ребята. Для начала нахуй, успокойся, всё будет хорошо. Да, вот эндорфины получишь после действия, так скажем, да, и всё будет хорошо. Ну, а потом, что я не понимаю, а зачем, допустим, обесценивать материнский труд, так скажем? Это действительно тяжело. И не досыпать ночами, да, вот с ребёнком возиться. Это и физически тяжело, и по нервной системе вьёт. Я не знаю, кто там, а не признаёт. Ну, это же не значит, допустим, что им надо памятник за это ставить. Я считаю, не надо. Хотя он как бы есть, да. Вот. У мужчин тоже до хрена забота. Допустим, в армейке послужить. Вот. На тяжёлых работах поработать там, да. Вот заводы, шахты. Там аж чаечки особо-то не работают, ну, потому что они же чаечки, да. Так что, как бы, давайте не обесценивать друг друга труд. Вот. Я думаю, всё будет нормально. А вот сейчас мы вам тоже возьмём. Субтитры делал DimaTorzok